Такие как Максим, крайняя мера, на которую пошли дорожники. Студент из политеха пятый день подрабатывает на уборке снега. Сегодня очень холодно, мы пишем интервью несколько минут и замерзаем от ледяного ветра. Максим же работает на улице 8 часов в день. Это вот понятно, что я студент себе подрабатываю на проезда, на какую-то хотя бы одежду. Для нормального человека, который хочет зарабатывать, это очень мало. Я себе не хотел такой работы, я поэтому и учусь, чтобы нормальную, то есть должен себе иметь, обеспечивать семью. Рабочий день Максима стоит 880 рублей. За эти деньги сегодня на уборку вышли еще порядка 20 жителей города. Они чистят подходы к зебрам, тротуарам, лестницам. Кто-то не выдерживает условий труда и уходит. Более 60 граждан обратились именно и заключены с ними гражданско-правовые договора. С 25 января граждане осуществляют работы по очистке территории города. Это, конечно же, студенты, пенсионеры. Также обращаются работающие граждане, которые в настоящее время находятся в отпуске, рассматривают данный вид работы как подработку. Сейчас помимо дорожников и рабочих по договору, снег убирают волонтеры. На просьбу администрации города откликнулись более 100 человек. Не секрет, что в Барнауле штат дворников укомплектован лишь на 50%. Всего дворников 140, а городских улиц 1250. Неудивительно, что на улицах города завалы снега, а денег на уборку, по словам чиновников, не хватает. На уборку дорог в зимний период 2020 года выделено 218,5 миллионов рублей, что в пределах бюджетных осигнований предыдущих лет. По мнению Вячеслава Франка, чтобы привлечь рабочую силу, снегоуборщикам необходимо поднять зарплату. Для этого придется изыскать еще 128 миллионов рублей в год. Весь этот снежный коллапс, который парализовал город, многим оказался на руку. Например, магазинам. В первые дни снегопада выстраивались очереди за лопатами и автомобильными щетками. Сейчас ажиотаж в магазинах поугаз. То есть, реально люди не покупают лопаты, потому что доехать даже не могут? Да. И мы отправить не можем товар даже. Соответственно, все и подняют. Сейчас и такси будут поднимать, и грузоперевозки. И в интернете уже появились великие комбинаторы, которые превращают воздух в деньги, а снег в бизнес. Некоторые компании предлагают сбить сосульки на здании за 8 тысяч рублей. Столько же за уборку снега с крыши. Ценник на многоквартирный дом пугает. До 40 тысяч рублей. Десятки тысяч рублей собрали в свои ковши и владельцы тракторов. Уборка снега полторы тысячи в час, минимум два часа. Работает опытный оператор. Минимальный заказ два часа. С начала зимы с территории города вывезли почти 600 тысяч тонн снега. В мэрии давно признали, что город сам не справляется с уборкой. Судя по всему, в этом году на снеге обогатились многие, кроме тех, кто каждый день с лопатами выходит на очистку улиц и тротуаров. За свои 16 тысяч рублей в месяц. Если на этой неделе Алтайский край все же перестанет засыпать, то по оценке экспертов, дорожникам, волонтерам и всем подрабатывающим понадобится как минимум месяц, чтобы наконец-то избавить город от этого снежного плена. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.